Путин – убийца. Под таким лозунгом прошли сотни мирных акций в разных городах по всему миру 20 августа. Путин – убийца! Путин – убийца! Пикеты и марши посвящены не только жертвам войны, развязанной Российской Федерацией в Украине, но и всем политзаключенным и пострадавшим от рук путинского режима за последние 20 лет. Путин – убийца! 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 Датой проведения акции не случайно выбрали 20 августа. Ведь именно в этот день, ровно три года назад, ФСБшные киллеры по указке Кремля совершили провальное покушение на жизнь российского оппозиционера. Привет, это Навальный. Я знаю, кто хотел меня убить. Я знаю, где они живут, я знаю, где они работают, я знаю их настоящие имена, я знаю их поддельные имена, у меня есть их фотографии. Сейчас же, когда Алексей сидит за решеткой, инициаторами проведения этой акции выступила команда Навального. 20 августа. Путин – убийца. Да, это очевидная вещь. Но иногда очевидные вещи нужно говорить вслух, нужно говорить громко, нужно говорить на площадях. В этом идея акции, которую команда Навального проведет по всему миру в тех странах, где это, конечно, безопасно и возможно, 20 августа 2023 года, в третью годовщину отравления Алексея Навального. Мы приглашаем всех тех людей, которые хотят выйти и громко сказать «Путин – убийца». Главная идея акции – напомнить окружающим, в том числе и европейским политикам, о том, что с Путиным ни о чем договариваться нельзя. Путин – убийца, значит, с ним нельзя вести переговоры. Путин – убийца, значит, с ним никогда не будет мира, стабильности и спокойствия. Это полезно напомнить в том числе и европейским политикам, которые нет-нет, да и скажут, но все равно, в конце концов, все войны заканчиваются тем, что все отсадятся и договариваются. С Путиным договариваться ни о чем нельзя. Путин – убийца. В целом, идея скорее хорошая и важная. Демократическому миру периодически следует напоминать о том, что агрессору сохранять лицо нельзя. И в то же самое время нельзя забывать о том, что акциями и пикетами победы Украины, а, соответственно, и крушение путинского режима, не добьешься. И единственным гарантом правосудия над кремлевским диктатором выступает украинская армия. Субтитры создавал DimaTorzok